Четыре года назад в Казанском федеральном университете была создана университетская клиника, что дало мощный толчок к развитию клинической медицины и медицинской науки в регионе. Клиника работает с системой здравоохранения, и как в любом медицинском учреждении, врачи в первую очередь сконцентрированы на оказании медицинской помощи. Проводить научные исследования в рамках стационара практически невозможно. Существующие стандарты в системе здравоохранения не позволяют это делать. Поэтому в 2019 году были начаты работы по перепрофилированию помещений корпуса на улице Волково-18 под научно-клинический центр прецензионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Мы поняли, что невозможно проводить какие-то исследования, еще что-то в рамках стационара, который пусть лечит, там где лечится и там где образовательный процесс идет. И поэтому на Волково создается сейчас совершенно новый тип трансфера технологий клиника. Она будет называться прецизионной и регенеративной медицины, где будут отрабатываться все ломиксные, геномные, протеомные, кляточные технологии. То есть они будут отрабатываться в рамках научно-исследовательских опытно-конструкторских работ, поздоговорных, а потом уже транслироваться, то есть переноситься в клинику. Кроме того, центр заточен на самые передовые методы диагностики и лечения заболеваний. Для этого реконструируются палаты интенсивной терапии и реанимации. В планах расположить на этих площадях отделение малоинвазивной травматологии и инвазивной ортопедии, где будут проводиться исследования эффективности новых методов генной и клеточной терапии, применяемых при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Этот центр будет поддерживать и проводить клинические исследования, апробации разных методов диагностики и лечения заболеваний, и в первую очередь связанных с онкологией, с иммунными заболеваниями, с инфекционными заболеваниями, а также огромный блок, посвященный малоинвазивным методам в регенеративной медицине, это травматология, ортопедия, гастроэнтерология и нейрореабилитация пациентов после травм спинного мозга, инсультов и других нейропатологий. Все ремонтные работы на этом объекте планируются завершить к сентябрю.